Добрыми делами решили заняться и в Хангаласском районе, помогая другим, помогаем себе. Под таким девизом стартовал пилотный проект «Рука помощи». Воспитанники Махсаголовского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, оказывают адресную помощь пожилым и престарелым людям. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. Проект «Рука помощи», инициированный лидером молодежи Хангаласского УЛУС Айсеном Федоровым, нашел отклик у администрации района и Центра занятости населения. Его реализации и помощь оказывают сотрудники Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи и Махсаголовского детдома. Участвуя в этом проекте, ребята зарабатывают. У них будет зарплата около 8 тысяч. Из них 4 тысячи выделяют администрация Хангаласского УЛУСа, и материальную помощь оказывает Центр занятости 4 тысячи тоже. То есть у них будет 8 тысяч зарплата. Возраст ребят от 14 до 17 лет. По их признанию, вырученные деньги отложат на учебу. Почти все собираются после 9 или 11 класса поступать. Для большинства это не первый заработок. Радуются, что смогли попасть в проект. С понедельника по пятницу у нас работают. Суббота, воскресенье, выходной. С двух собираемся. Дам собрание. Инструкции. Инструкции, ага. И вот по ветеранам. Кто где работать будет, то какую работу выполнять будет. В день у нас работает 2 часа. Ветеран тыла Михаил Наумов довстует уже 2 года. Ему почти 90 лет. Живет один и с домашними делами справляется через силу. Но с момента работы проекта вести хозяйство ему помогает Настя Гуськова. Пилотный проект «Рука помощи» охватывает в этом году только один месяц – август. И только ветеранов поселка Махсагалох. На следующий год планируется расширение географии, увеличение количества участников и продление срока реализации проекта. Помогает другим, помогает себе! Виолетта Засимова, Федор Тарасов, НВК Сахах, Англасский УЛУС.